Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем наш новый цикл передач, посвященный все той же проблеме, истории развития человечества, ее хронике. Но почему же нашу первую передачу мы назвали так грустно, крушение империи? Ну, во-первых, потому что эпоха эллинизма началась с того, что разрушилась первая эпоха, в прямом смысле слова, разрушились первые империи. И на их обломках были созданы совсем другие государства, которыми принято называть эллинистически. Что за государства, что за империи, вернее, рухнули? Ну, во-первых, сначала Великая империя Дария, а потом уже и созданная на ее остатках Великая империя Александра Македонского. Она тоже просуществовала совсем недолго, даже, можно сказать, почти не пережила своего создателя. И на обломках вот этой уже, второй Великой империи, были созданы большие или маленькие государства, которые, кстати, тоже бесконечно с собой воевали. Под эпохой эллинизма понимают почти 300-летний период в истории самых разных стран Греции, той же Македонии, стран Восточного Средиземноморья, Ирана, Средней Азии. Вот всего того, что осталось после Александра Македонского. Кстати, обратите внимание, страны очень разных, правда? Тех, которые мы с вами сейчас называем европейскими, и тех, которые мы называем уже восточными странами. Вот эпоха эллинизма именно тема интересна, что впервые, может быть, Восток не только соединился, а буквально переплёлся с Западом, и получился очень интересный симбиоз. Кстати, несмотря на то, что люди бесконечно воевали, этот период, когда они и узнавали, в том числе, друг друга, привёл к необыкновенному рассвету философии, вообще самых разных наук, архитектуры, искусства, поэзии, потому что, ну, к сожалению, люди всегда воюют, но, тем не менее, даже под кровавым знаком войны всё равно идёт, пока ещё идёт поступательное движение вперёд. И эпоха эллинизма, о которой мы с вами начинаем наш сегодняшний разговор, ещё раз повторяю, это период больших и маленьких государств, которые то возникали, то исчезали, ну, кто-то подольше посуществовал. В этих государствах было самое разное смешанное население, где при этом доминирующую роль всё равно играла эллинская культура, эллинский язык, вообще такой эллинский менталитет, поэтому называется эллинистический период, хотя он представляет собой смешение самых разных народов и культур. Вообще в этот период объективно, вне зависимости от желаний людей, от их амбиций, развивался важнейший в истории человечества процесс, распространения античной культуры далеко за пределы Средиземноморья. И именно этот процесс заложил основы будущего для очень многих и самых разных народов. Вот почему он очень важен. Пусть 300 лет – это не так много, но это та ступенечка, без которой как бы всё остальное будет не очень понятно. Этот период закончился завоеванием эллинистических стран, больших и маленьких, с одной стороны, с Запада Римом, новой могущественной империи, а с Востока – Парфии, о которой сейчас мало кто помнит, и, может быть, даже не каждый слышал это название, но мы о ней поговорим. Традиционной датой, обозначающей конец эллинистического периода в истории человечества считается 30-й год нашей эры. 30-й год нашей эры, когда последнее независимое эллинистическое царство Птолемея в Египте, Птолемея – это потомки одного из диадохов Александра, царство Клеопатры, египетской царицы греческого происхождения, было завоёвано Римом. Вот когда Рим завоевал Египет, считается официально, что это конец эллинистического периода, хотя это довольно условная дата, потому что, как вы понимаете, в истории человек не может сказать, вот начался один период, вот второй закончился, это же жизнь. А вот термин «эллинизм» впервые употребил около 200 лет назад известный немецкий историк Дройзен. Вообще эллинистические государства, которые создали очень много прекрасного, достигли больших высот в науке, тем не менее бесконечно воевали друг с другом, вот как бы эти 300 лет в войнах и прошли, и воевали, кроме того, ещё с Римом. Самым мощным из этих государств было, наверное, упомянутое мною государство Птолемеев и царство Селевкидов. Кстати, тоже это потомки Диадоха Селевка, одного из полководцев Александра, очень сильного человека, который собственными руками однажды задушил льва. Вот, кстати, о Селевкидах мы, наверное, сегодня даже побольше поговорим, чем о Птолемеевском Египте. И я сразу хочу сказать, что вот это было очень обширное разноязыкое государство, которое охватывало территорию Малой Азии, и Ирана, и Средней Азии, вплоть до Индии. Хотя чётких границ никогда не было. Но не было хотя бы потому, что, ещё раз повторяю, эллинистические государства всё время воевали. Вот, видите, чем меньше государство, тем оно больше воюет. А вот на первом слайде давайте мы с вами посмотрим сейчас тот рисунок, который, наверное, задаст тон нашей передачи. Потому что, продолжая разговор, начатый в конце предыдущего цикла, мы с вами всё-таки поговорим о том, именно как люди воевали. Потому что, к сожалению, они шли вперёд, создавали новые государства и новую культуру всё-таки с помощью войны. И поскольку в основном события всё-таки развивались на территории восточных стран, вот давайте мы с вами посмотрим вот этот слайд, всё-таки для начала, который изображает одну из колесниц Древнего Востока. Вот, скорее всего, это такая древняя месопотамская колесница. Род войск именно такой там и родился, собственно. Хотя вы привыкли к тому, что колесница, в общем, это своеобразный символ Греции. Тем не менее, запомним, что вот лошадь, как основное средство войны, и колесница, её логическое продолжение всё-таки были придуманы на Востоке. А вот на следующем слайде мы увидим замечательную уже греческую лошадку. Она была создана ещё в период Ахейской, очень-очень древней Греции, Дугомерского периода, так называемый геометрический стиль, стилизованная, но замечательная совершенно лошадка, такая изящная. Ну, наверное, всё-таки здесь она даже воспринимается не совсем как боевой товарищ, а что-то очень изящное и такое милое. Вообще, в Древней Греции в стране замечательных фантазёров и стройких философов к лошади относились по-разному. Довольно быстро всё-таки здесь, по сравнению с другими странами, лошадь стала близка человеку. В Греции были замечательные наездники в некоторых регионах, и они очень часто изображали лошадь на своих вазах. Вазопись – это одно из важнейших достижений в истории греческой культуры. Замечательно ездили верхом, не знали ни седла, ни стремян. Эти приспособления для удобства и безопасности всадника будут изобретены только кочевниками. На Востоке греки вместо седла подкладывали просто по пону. Но человек, умеющий ездить без стремян, ездит лучше всего. Так что греки были прекрасными наездниками. Вот на следующем слайде вы видите ещё один такой рисуночек. Здесь вы видите перед собой уже колесницу. Такой несколько схематичный рисунок, но уже люди умеют ездить и в колеснице. Перед вами, кстати, это греческий античный кратер, сосуд для смешивания вина, который был найден в Микенах в XIV веке до н.э. Вот это время Микенской Греции, время Троянской войны. Но вообще, на самом деле, греки связывали с лошадью, так или иначе, очень много своих мифов, мифы, которые определяли их сознание, их культуру, их историю, они так объясняли. В общем-то, сначала, наверное, конечно, лошадь была не очень понятная, немножко чужое существо. Конечно, лошадь пришла с Востока в Грецию. И, возможно, люди, которые появились верхом на лошадях, для греков были чем-то таким непонятным, что такое нечто среднее, что верх вроде человека, а ноги как у лошади. И вы знаете, что греки изобрели такое мифическое животное, в существовании которого они верили, как кентавр, получеловек, полулошадь. К слову сказать, вот такое представление можно объяснить довольно легко. Я сейчас немножко отвлекусь и хочу напомнить вполне правдоподобную историю, это правда, которая случилась много веков, спустя много тысячелетий даже. Если не ошибаюсь, Кортес – это XV век или XVI, ну, это всё равно уже европейское средневековье. Так вот, испанский завоеватель едет во главе очень небольшой группы инкистадоров, там, по-моему, было меньше тысячи человек, завоевывать страну очень богатую золотом, страну ацтеков. И вы знаете, ну вот помимо того, что у ацтеков была чума, дело в том, что на руку конкистадорам сыграл ещё тот факт, что они были, во-первых, в железе, они всё-таки были рыцари, а во-вторых, они были верхом на лошадях. И ацтеки – люди жестокие довольно-таки, не знавшие страха. Вот недавно вышел замечательный фильм Элла Гибсона «Апокалипсис», я очень рекомендую вам посмотреть. Так вот, действительно, там очень хорошо передан характер народа ацтеков. Вот они испугались сначала, просто они подумали, что это чудовище. Вверх – человек, а ноги – лошади. И, кроме того, это вообще даже не человек, а что-то железное. Они в панике отступали. И только когда, после каких-то военных стычек, они увидели, что вот это чудовище может разделяться на две половинки, то есть человек оказывается, что вот это железное падает с лошади, а лошадь – это животное, оно скачет на четырёх ногах. Потом они даже поняли, что в железе находится всего-навсего человек. А самое главное, что он может отделяться от лошади. Вот тогда они уже начали с Кортесом сражаться. Правда, было немножко поздно. И вот я считаю, что греки тоже, видимо, когда-то увидев первых людей верхом на лошади, подумали, что это чудовище. И придумали вот такой миф, в который верили, миф о кентавре. Кентавры вообще всегда были олицетворением диких, неуправляемых сил природы. Помните, они в мифах отвечаются невоздержанностью, нравом, таким буйным характером, пьяницей обычно. То есть, вероятно, представление о каких-то таких народах, которые приехали, были невоздержаны, пили неразбавленное вино. Но и среди кентавров были исключения. Вот, например, мудрый кентавр Херон, вы сейчас его увидите на следующем слайде. Он был действительно очень мудрым, ну, не знаю, как человеком, мудрым кентавром. И он поэтому стал учителем для многих греческих героев. Он воспитывал Геракла, Тесея, даже бога врачевания Асклепия. И выглядел он, по мнению греков, очень благопристойно. Вот, например, сказание о кентавре Хероне звучит так. «Было конское тело Херона львиного цвета, и блистало, но переливаясь золотом, и сливалось со смуглозолотистой кожей человеческого торса и золотой бородой кентавра». Вот сейчас вы видите перед собой эту знаменитую статую, кентавр с амуром. Эта скульптура была найдена на знаменитой вилле Боргезе, знаменитого коллекционера итальянского эпохи Возрождения. Сейчас эта скульптура хранится в Лувре. А вот на следующем слайде мы сейчас с вами посмотрим знаменитые скульптуры лошадей, выполненные на самом знаменитом архитектурном сооружении Древней Греции, на Акрополе они находятся. Вот сейчас вы видите Акрополь перед собой. Акрополь, так скажем, уже второго варианта, потому что в 480 году до н.э. Акрополь весь, простите, мы видим Парфенон, а вот весь Акрополь, все храмы, включая Парфенон, в 480 году до н.э. были разрушены персами. И вот жителям Афин пришлось все священные сооружения возводить заново. Это было во время правления Перикола. Именно тогда строится тот Парфенон, который вы видите перед собой. Мы знаем имена архитекторов этого замечательного сооружения, Ихтин и Каликрат. И вот фриз Парфенона, то есть та каменная лента, которая идет поверх колонн, была вся украшена скульптурой. Эту скульптуру выполнил друг Перикола, великий античный скульптор Фитий. Вообще Парфенон стал совершеннейшим созданием греческой классической архитектуры, одним из высочайших достижений в истории изучества вообще. Как видите, очень монументальное, величественное сооружение, но вовсе не гигантское. И кроме того, здесь очень гармоничное совершенство пропорций, прекрасная соразмерность частей, масштабы здания прекрасно найдены по отношению к холму, акрополю, к человеку вообще. Вот это здание, легко схватанное с первого взгляда, полностью соответствует эстетическим идеалам высокой античной классики. Кстати, благородство материала, а здесь в основном мрамор, позволило применить раскраску. Сейчас вы видите неподлинную, раскраска исчезла, а перед вами реконструкция, как выглядел ныне такой белоснежный мраморный Парфенон. На самом деле греки очень любили мрамор, но они его раскрашивали. Для подчеркивания каких-то конструктивных деталей здания, вот для выделения скульптуры и на цветном фоне вы можете посмотреть, как это выглядело в древности. Вообще Парфенон был украшен исключительно по своему совершенству скульптурой, и там было очень много изображений лошадей. Еще раз напоминаю, что эти статуи, рельефы, частично, к сожалению, только дошедшие до нас, были выполнены под руководством и при непосредственном участии Фидия, величайшего среди великих мастеров высокой классики. Кстати, вообще наиболее полные представления о творчестве Фидия и о скульптуре классической Греции вообще могут дать именно сохранившиеся в подлинниках, хотя и значительно поврежденные, скульптурные группы, украшавшие некогда Парфенон. Вообще, все 92 метопы храма, а метопы – это такие углубления между верхом колонн, раньше были заполнены мраморными горельефами. Там была изображена и битва греков с амазонками, битва богов с гигантами, падение трои, а вот на южной, лучше всего сохранившейся стороне, борьба лапифов с кентаврами. То есть, на какую бы сторону вы ни пришли посмотреть, там всегда была лошадь, потому что война или битва без лошади себе не очень представлялась древними эллинами. Тематика вообще тоже была глубоко символична для них, потому что, например, исторический миф о борьбе греков с троянцами, а троянцы все-таки жили в Малайзии, ассоциировался в представлении греков тогда с недавно одержанной победой над персами, например. Борьба космических сил, идея победы человека над природой, над темными силами, олицетворяла тема борьбы греков из племени лапифы с кентаврами. И вот сейчас давайте мы с вами посмотрим один из сохранившихся скульптурных монументов, так называемые всадники Парфенона. Вот видите, действительно, лошади не очень высокие, мускулистые, и люди без седла, без тремян держатся исключительно ловкостью своего тела и силой ног. Что касается следующего слайда, вот как раз это борьба кентавров с лапифами, с греками из племени лапифы, то это такие двухфигурные композиции, которые поражают неистовством движений, богатством мотивов, потому что каждая новая пара сражающихся – это что-то особенное. То вот кентавр заносит тяжелую чашу на грека упавшего, то они сплелись в жестокой схватке, вцепились друг другу в горло, то горцуют над безжизненным телом мертвого грека кентавра-победителя или юноша, схватив кентавра за волосы, заносит меч для стремительного удара. Здесь, как видите, совсем наоборот. Кентавр схватил юношу за волосы, пытается отрубить ему голову. Вот на следующем слайде можно посмотреть еще одну греческую скульптуру, видите, богиню Афину и греческую колесницу, о которых мы еще чуть-чуть попозже поговорим. Вообще значительные разрушения скульптур Парфенона были вызваны не временем, а превращаемый то в христианский храм, то в мечеть Парфенону простоял в общем-то целом вплоть до конца XVII века. И в 1687 году, во время бомбардировки венецианским флотом Афин, бомба попала в Парфенон. А афины тогда уже были под властью турок, и венецианцы, собственно, с турками сражались. И турки превратили Парфенон в пороховой склад. И когда туда попал снаряд, то, естественно, порох взорвался. И взрыв произвел очень страшное разрушение. Но все-таки Парфенон продолжал стоять. Очень крепкое было сооружение. Однако то, что не сделала бомба, завершил человек в конце XIX века. Вот давайте мы сейчас посмотрим еще одну замечательную скульптуру. Это голова лошади, уцелевший именно фрагмент целой скульптурной группы, которая некогда украшала Парфенон. Копию этой головы вы можете увидеть в Москве в музее Мнипушкина. Так вот, в конце XIX века скульптуры снял с Парфенона английский посланник в Турции лорд Элгин. Воспользовавшись разрешением вывести несколько плит, он выкрыл почти все скульптуры и ночью, боясь народного возмущения, увез их в Лондон. И когда снимали статуи с уже и так поврежденного когда-то взрывом западного фронтона, он вообще обрушился и рухнул. Ну, а вообще образ коня, конечно, замечательно реализован в греческой скульптуре. В греческой скульптуре и барельефе вот с таким изображением лошадей украшали многочисленные фризы, алтари храмов, саркофаги. Греки считали, что на огненных конях, запряженных в золотую колесницу, передвигается по небу бог солнца. И даже источника вдохновения людей, создававших высокую культуру Эллады, тоже считали коня. Знаменитый крылатый конь Пегас. Вот давайте мы на следующем слайде посмотрим картину великого нидерландского художника Рубенса, который называется «Перси и Андромеда». Вы видите коня необычной окраски. Такая окраска называется пегая. Кстати, в профессиональном коневодстве это считается брак. То есть пегая лошадь, она не может претендовать на полноправное существование. Вот помните у Львы Николаевича Толстого замечательный рассказ «Холстомер». Лошадь с необыкновенными качествами, скаковыми, беговыми, но вот она имела такую несчастную окраску. Поэтому у Холстомеров в жизни были большие проблемы. Но греки, вероятно, считали это очень красивым. И вот крылатый конь Пегас, пега и масти, может быть, кстати, отсюда и пегас, или пеги отсюда, он, по мнению греков, возник из капель крови медузы Гаргоны, который убил герой Персей. И эту голову, видите, придел к своему счету. Возвращаясь домой, после этой страшной схватки, уже на коне Персей даже освободил девушку Андромеду, которую приковали там к скале. Эту царевну на съедение чудовищем. Так что он и медузу убил, и коня обрел, и даже жену себе. А со временем вот этот крылатый конь Пегас ударил копытом на горе Геликон, где, по преданию греков, обитали музы. Именно там появился фиалково-темный, как они писали, источник вдохновения. Вот этот конь воспринимался как бессмертие души, он мог уносить человека в поднебесье, конь вдохновения. Греки считали, правда, что он уносит на гору Парнас, именно там священная гора вдохновения, но греки говорили, что это гора Геликон. Так или иначе, конь оставался один, крылатый конь Пегас. Не расставались с лошадью, как вы знаете, в представлении греков и бесстрашные наездницы. Женщина-воительница Амазонки. И даже сегодня один из наиболее вредных и страшных компьютерных вирусов, которые создают бесчестные люди, принося другим большие несчастья, тоже назван Трояном, в честь знаменитого Троянского коня. Вот давайте на следующем слайде мы посмотрим такую современную реконструкцию этой хитроумного сооружения, придуманного, кстати, Одиссеем, для того, чтобы овладеть Троя. Именно внутри этого коня донайцы попали в неприступный город Трою. Кстати, так притягательным был в Греции образ конян, что даже вошли в обиход имена новых животных, или новые имена животных, в состав которых так или иначе входило слово хиппо, потому что по-гречески хиппо – это конь. Вот вы видите перед собой хиппо – коня. Ну а давайте вспомним, как могли называться другие животные. Например, хиппопотам. В Греции, кстати, гэ не произносили и не произносят. Вот украинская речь – это такой довольно хороший слепок с греческого языка, такое мягкое произношение буквы «Г». Хиппопотам или гиппопотам – речная лошадь. Хиппокамп – гиппокамп – фантастическая такая смесь коня и змеи. Водяной конь, кстати, великолепная совершенно скульптура, украшает фонтан в Петергофе. Вот именно там можно посмотреть каменного гиппокампа. Даже города иногда называли именем лошади. Хиппос был такой город. И, наконец, даже появился вид конного спорта – хипподром. Ипподром – это место для бега лошадей, соревнований лошадей. Появилась наука о лошадях, хипология, лечебный метод до сегодняшнего дня, иппотерапия, когда человек верхом на лошади избавляется от многих болезней. Даже есть увлечение такое – гиппомания. Люди, которые жить не могут без лошадей. Появились даже лошадиные имена у людей. Вот, например, Гиппократ – отец медицины. Гиппократ. Мы с вами даже говорили в наших предыдущих лекциях о знаменитой клятве Гиппократа, которую уже не произносят современные врачи. Вот давайте мы на следующем слайде посмотрим бюст с изображением этого замечательного человека, отца медицины, основоположника европейской медицинской науки. Его имя Гиппократ переводится как «побеждающий конницей». Он родился на острове Кос где-то в V веке до н.э. Начальное образование получили дома. Получил он дома, потому что его отец, по-моему, был врач. Вот такой действительно человек невысокого роста, лысый, с бородой. Кстати, обычно уходил в головном уборе, в пилосе шапочку он такую носил, и говорил, это прикрытие, вместилище моих мыслей. Человек действительно необыкновенно талантливый, врач от бога, но издан был с родины по обвинению в поджоге медицинских рук. Весь очень много странствовал, жил на разных островах. Погребён он в Фессалии. Фессалиицы вообще были великолепными конниками, среди греков, может быть, наилучшими. Так же, как и македонцы. Македония вообще, вы знаете, наверное, специализировалась на разведении лошадей. И вот в Македонии в старости, говорят, что до 100 лет Гиппократ прожил, в Македонии он жил. Я вам напомню, что имя отца Александра Македонского, Филипп, переводится тоже как «любящий коней». Так что, действительно, такие лошадиные имена были и у мужчин, и у женщин. Что касается самих соревнований, о которых я упомянула, и на которых, кстати, люди очень часто калечились, то я вот хочу сказать, что именно греки ввели конные соревнования в самые свои престижные спортивные игры. Вы, наверное, знаете, что в VIII веке до нашей эры в Греции, где по любому поводу любили устраивать агоны, то есть соревнования, или начинали войну, вот впервые в мире была высказана мирная инициатива. И тогда в небольшом городке Олимпии, в священной роще Зевса, стали устраивать соревнования, во время которых, что бы ни происходило, заключали двухмесячные перемирия. Вот перемирия, кстати, по-гречески «экихерия». И престиж олимпийских игр стал настолько высок, что даже от них греки стали отчитывать свое время. 1776 год до нашей эры – это первые Олимпийские игры. И вот я тут даже нашла, сколько раз они в Греции устраивались, вот до того, как они забылись, а потом были возрождены. Они устраивались регулярно каждые четыре года 293 раза на протяжении 1170 лет. И вот на 25-х Олимпийских играх в 680 году до нашей эры, помимо других атлетических дисциплин, в программу была введена первая конная дисциплина, которая называлась тетриппон. Тетриппон – состязание на колесницах. Но так же, как и другой любой вид спорта, там, скажем, бег, метание ядра, борьба, также и тетриппон, он служил в первую очередь для воспитания будущих воинов. Люди никогда не занимались, а тем более в Греции, спортом просто так, потому что, в принципе, основным, всё-таки, самым главным престижным занятием для мужчины была война. И война без лошади, без колесницы в определённое время всё-таки уже не мыслилась. Тетриппон – это состязание на колесницах с запряжённой четвёркой. Вот вспомните фронтон нашего Большого театра в Москве. Аполлон скачет именно на квадриги, на четвёрке лошадей. Вы знаете, вот русские умели управлять тройкой, и это считалось в Европе великим достижением, потому что одну лошадь держать очень трудно, а три, а вот представьте себе, а четыре. Во всяком случае, вот на Руси больше трёх лошадей запрягать не рисковали, а греки могли упрягать четвёркой, квадригой. И вот квадрига для соревнований, она вообще-то походила на военную, но отличалась чуть-чуть повышенной лёгкостью. Сейчас я вам покажу слайд с изображением знаменитого Возничева. Эту статую нашли в городе Дельфы, и поэтому она так и называется – «Дельфийский Возничий». Так вот, во время состязаний Возничий стоял, не сидел. В отличие от всех других участников, всех других соревнований, Возница не был обнажён. Помните, все скульптуры греческих атлетов всегда обнажены, одежда просто мешалась. А вот здесь всё-таки человек, наверное, считалось хоть с какой-то своеобразной защитой. Человек был одет в длинный хитон. В чём в длинный? Соревнования происходили на специальных сооружениях, которые именно в Греции впервые стали строиться. И в Олимпе был построен первый ипподром. Дромос – это дорога, а хипо – лошадь. То есть дорога для лошади. Такой большой участок овальный, по которому мчались колесницы, запряжённые четвёркой лошадей. Но поскольку, всё-таки, вы знаете, четвёрку удержать очень трудно, то человек не только держал вожжи в руках, вот такое Возничий, он ещё их привязывал к поясу. Видите, у него не случайно пояс на талии завязан. К поясу привязывались кожаные удила. И на поясе же у Возницы висел кинжал, большой довольно нож, потому что если вдруг лошадь путалась или там сцеплялись колесницы колёсами и начиналась свалка, то человек, конечно, мог выпрыгнуть и выбраться из-под этого завала, только если он быстро отрежет уздечку, все эти поводья, которые он привязал к своему поясу. Отвязывать было некогда, один взмах руки и острый нож должен был отрезать все эти кожаные постромки. Но, кстати, обычно этого сделать не успевали. В самом стадионке разыгрывались такие довольно страшные состязания. Поясли травянистые склоны, на котором сидели зрители. В начале беговой дорожки стоял каменный пьедестал с бродзовой статуей Хипподамии. Кстати, это женское имя богини, которое переводится как легендарная лошадь. То есть вот Гипподамия, женщину так называли богиню, она как бы начинала беговую дорожку. В конце стояла высокая колонна. Посередине примерно алтарь демона Тараксипа, его имя переводится как устрашитель коней. Или иногда этот алтарь, стоявший в таком самом опасном месте, где колесницы делали поворот, заменялся столбом. Вот именно в этом месте лошади обычно часто или шарахались, или создавали свалку, вот именно при повороте. Колесницы переворачивались, давя и калеча людей и лошадей. И вообще соревнования колесниц считались самым экстремальным видом спорта. Например, знаменитый греческий поэт Пиндер, чей дом единственный в фивах Александр пощадил и не разрушил, вот он как-то написал в своем произведении о заезде, которое начали 40 колесниц, а к финишу дошла одна. Вот 39 человек погибло. Вообще о конных соревнованиях греческие мифы рассказывали задолго до изобретения ипподромов и до проведения Олимпийских игр. Ну вот хотя бы вспомним о состязании Пилопа, знаменитого мифического греческого героя, в честь которого назван даже Пилопонезский полуостров. Пилоп приехал именно туда для того, чтобы посвататься к местному царю Инамаю, дочь, которая носила весьма знаменательное для нас имя Гипподамия, то есть сильное конем. Действительно, у ее отца были необыкновенные лошади, они были подарены самим богом войны Аросам, и поэтому победить их никто не мог. Вообще вот об этой истории упоминают многие. Гомер в Илиаде, Авиде, тот же Пиндар. Возможно, это отголосы какой-то реально существовавшей истории. И вот дело в том, что Инамаю было предсказано, что он погиб от руки своего зятя, поэтому дочь он никак не хотел ни за кого выдавать замуж, но и признаваться в своем страхе тоже не хотел. Поэтому любому претенденту он предлагал по тогдашнему обычаю поучаствовать в каких-то либо соревнованиях, показать свою храбрость, удаль. И вот, в частности, поскольку у него были такие замечательные лошади и дочь звали Гипподамия, он предлагал устроить конные состязания, скачки на колесницах. Но если жених проигрывал, то он должен был поплатиться головой. Вот на следующем слайде я сейчас хочу показать роспись одной из греческих вас, которая так называется. Пилоп и Гипподамия. Ну, здесь уже все закончилось благополучно, вы видите, невеста стоит на колеснице, однако этому предшествовала довольно страшная история. Дело в том, что игры Инамая, отца невесты, были нечестными. У него ведь были самые быстрые в мире кони, подаренные богом войны, и поэтому он действительно знал, что победить его никто не может. Поэтому в результате при въезде в царский дворец нового жениха всегда встречали коли с насаженными на них головами предшественников-неудачников. Вот таких претендентов было 13, но Пилопа это не остановило. И он на своей колеснице, которую ему подарил другой бог Посейдон, сражение выиграл. И в этом сражении Инамай даже погиб, поскольку его колесница перевернулась, он сломал себе шею. Пилоп женился на Гипподаме, на царской дочери, даже стал царем, но, однако, получил в награду еще также и проклятие. Он был проклят вместе со своими потомками, это знаменитое проклятие рода Атреи, которое вылилось потом в Троянскую войну и в гибель многих тех, кто Трою победил. Так что конь давно существовал в жизни греков, в их мифологии, но верховая езда довольно долго все-таки считалась умением немногих. И умение тем более объезжать лошадей, приручать их считалось почти чудом. Поэтому, например, наряду с другими необыкновенными способностями Александра Македонского всегда отмечали необыкновенную связь с его любимым конем. Мы уже об этом довольно много говорили, что 12-летним мальчиком Александр сумел приручить, буквально на глазах у зрителей собравшихся, на ипподроме, очень буйного фессалийского коня. Фессали считались самой хорошей лошади, которого звали Буцефал. У него была большая голова, то есть имя его переводится как бычеголовый. Действительно, лошадь вороная, то есть черная, которая прошла с Александром больше половины его знаменитого похода. Прожил Буцефал около 20 лет, лошади иногда постольку живут. И вот именно на Буцефале Александр начинал всегда свои самые знаменитые сражения. Вообще вот эта связь человека с лошадью, имею в виду Александра, действительно обросла легендами. И потом со временем даже как бы говорили, что вроде это даже была не лошадь, а вот что-то может быть такое, с рогом в голове. Вообще есть у многих народов мифы о единороге. Лошадь с рогом во лбу, символ чистоты, кстати. Животное очень доброе, очень справедливое. Я не исключаю, что этот миф, знаете, родился под влиянием ассирийских лошадей. Правда, ассирийские лошади были ужасные. Ассирийцы, как люди очень воинственные, не только придумали там свои страшные колесницы с серпами, но они, вы знаете, еще и лошадей так дрессировали, выращивали, что их лошади сами могли сражаться. Если происходило какое-то лобовое столкновение, то ассирийские лошади кусались, легались, и даже были, между прочим, лошади-убийцы. Их просто пускали вперед с колесницами серпоносными, без возницы. И эта лошадь, почти самоубийца, летела на противника, причем вот у нее в колбу был привязан огромный железный шип, и вся грудь была усыпана шипами, надетыми, то есть прикрепленными к специальной кожаной попоне. То есть вот летело такое развеенное животное, все в металлических колючках. Но правда, вот в мифологии людей, многих народов, еще раз повторяю, единорог, все-таки такая белая, необыкновенная лошадь осталась символом чистоты, справедливости и добра. И вот некоторые легенды говорили, что Александр Бакедонский ездил на таком необыкновенном единороге, и что рог у него такой слоновой кости, и даже у коня есть такой изумрудный павлиний хвост, и эта лошадь подарила Александру какая-то необыкновенная царица в Малайзии и так далее. Но, во всяком случае, единорог был очень популярной темой, и у нас часто изразцы, это вот русский средневековый изразец, тоже изображали такую мифическую лошадь с рогом во лбу. А на следующем слайде я сейчас хочу показать, вот, кстати, да, еще одно изображение Александра, его, кстати, всегда изображают на лошади верхом, он действительно был совершенно необыкновенным наездником, даже в мирное время, постоянно тренировался во время похода, и вот здесь не случайно он убивает маленького кабанчика, потому что в Македонии мужчина, который не поразил врага или не убил дикую свинью, он носил позорную веревочку, и даже к столу его вместе с остальными мужчинами не приглашали. А вот на следующем слайде, видите, опять-таки, это современная денежка греческая, называется она драхма. Вот тысяча драхм, и на ней, на этой бумажке довольно большого достоинства изображен, опять-таки, Александр на коне, опять на своем любимом Буцефуале, это прорезь со знаменитой помпейской фрески, найденной в так называемой доме Фавна, ее идентифицируют как битву при Исе. Все битвы значительные Александр начинал только на этом коне, сколько бы ему не было лет. А вот на следующем слайде я вам хочу показать знаменитую квадригу, которая ныне красуется в лоджии над главным порталом собора Святого Марка в Венеции. Когда-то эти лошади в Риме стояли на Триумфальной арке, потом они украшали императорскую трибуну и подрома, кстати, в Константинополе. А во время четвертого крестового похода, это 1204 год, после разграбления города, их уже крестоносцы перевезли в Венецию. Вообще, однозначно, эта знаменитая скульптурная группа была создана во времена Александра Македонского, но авторство этой работы совсем точно не установлено. Хотя искусствоведы считают, что создатель вот этой знаменитой квадриги – придворный художник великого полководца, великий скульптор Лисип. Несмотря на то, что в скульптуре без малого 2,5 тысячи лет, посмотрите, какие выразительные фигуры скакунов, какая анатомическая точность всех особенностей фигуры, ну вот, наверное, это лучше всего может сказать о том, что создатель этой скульптурной группы был великий человек. Так вот, шли века, рушились и возникали империи царства, исчезали и появлялись разные народы, и лошадь из диковинного животного, персонажа мифов и сказаний постепенно становилась одним из важнейших элементов человеческой культуры, ну и способов, скажем, существования, потому что человек без лошади себя не мыслил, а человек тогда, к сожалению, всё время почти воевал. Наверное, очень давно забылись имена тех смельчаков, которые впервые решили оседлать лошадь, запрячь её в колесницу и сделать из неё вместе с колесницей отчасти орудие убийства. Может быть, поэтому в откровениях, написанных великим Иоанном Златоустом, сказано так. «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нём всадник, которому имя смерть». Христиане полагают, что конец света, Армагеддон, начнётся именно с того, что на коне, не на белом коне, а на бледном коне приедет всадник, имя которому смерть. Но это такое очень аллегорическое представление. Некоторые люди это понимают очень буквально. На самом деле это очень хорошая и очень страшная аллегория. Всё-таки смерть приедет на бледном коне. К сожалению, действительно, очень часто лошадь в истории человечества несла смерть, но не она была этому причиной, а человек, который её использовал. И именно с её помощью была создана, именно с помощью лошади, одна из самых крупных империй в истории человечества – персидская. Долгое время страна персов была отдалённой провинцией Осирии. Но вот как только персы вышли самостоятельно на международную арену, то они стали создавать войско, очень сильную армию, без которой не мыслили своё дальнейшее существование. Они покоряли соседние народы, и персам было у кого поучиться. Они стали учиться у осирийцев, у людей, которые первыми создали профессиональную армию. И так или иначе придумали, если не сами серпоносные колесницы, то, во всяком случае, их прообраз. И вот с помощью лошадей и колесниц своих персы создают огромную империю. И чуть было действительно не захватили Балканский полуостров, в общем-то очень небольшой, но на котором они сломали зубы. И если сама персидская империя рухнула, то созданные ими их достижения в военном деле, потом заимствовали очень многие. Ну и сам Александр, и вот те самые эллинистические государства, обозначение которых мы начали сегодняшнюю лекцию. Так или иначе, понимаете, как-то вот интересно оказалось, что история лошади, история колесниц, особенно серпоносных, как символа своего времени, оказалась довольно тесно связана с историей эллинизма. И поэтому, в общем-то, есть даже люди, которые на сегодняшний день очень серьезно занимаются историей серпоносных колесниц. В частности, вот я хотела бы назвать фамилию исследователя Нефеткина, такая монументальная статья, которая была опубликована или размещена, скажем так, в виртуальном компьютерном журнале «Парабеллум» еще в 1997 году. Вообще, на Востоке лошадь, мы с вами говорили, ценились, ценились более всего. Собственно, вот на территории Месопотамии она и появилась, а Месопотамия потом вошла в состав Персии. Кстати, перед вами вот сейчас довольно интересный такой рисунок персидский. Это XVII век, вообще к XVII веку персы прекрасно знали анатомию лошади, не только создали анатомический атлас этого прекрасного животного, я вам потом как-нибудь его покажу, но и вот такой рисунок. Видите, как рисовать это замечательное животное? Посмотрите повнимательнее. Здесь лошадь в четырех позициях. Показано, как ее нарисовать вверх головой, вниз головой и даже сидя на попе. И даже вниз головой со скрученными ногами. Масса округлых линий, которая позволяет сделать четыре разных рисунка. Действительно прекрасное, грациозное животное. И очень жаль, что с его помощью люди убивали друг друга. В частности, придумали вот те страшные серпоносные колесницы, которые какое-то время позволяли их обладателям вершить суд и расправу на огромной территории. Я, пожалуй, в заключении нашей сегодняшней лекции прочту вам небольшой кусочек сочинения римского поэта и философа Лукреции Карра. Это сочинение называется «О природе вещей». И вот в числе прочих философов еще нужно обратиться и к серпоносным квадригам. Потому что, в общем, это тоже своеобразная философия жизни и смерти. Так говорят, лезвия колесниц серпоносных нередко столь неожиданно рвут тела в беспорядочной бойне, что на земле увидать отсеченные руки и ноги можно в то время, как ум и сознание людей не способны боли еще ощутить, причиненной стремительной раной. Ибо весь ум у людей всецело захвачен сражением. И на резню, и на бой они рвутся с остатками тела, часто не видя, что нет уже левой руки, и волочат кони ее со щитом средь колес и серпов беспощадных. Не замечает один, что без правой он на стену лезет, на ногу хочет другое опереться, которое уж нету, а шевелит на земле она пальцами в корчах предсмертных. И голова, отлетев от живого и теплого тела, жизнь сохраняет в лице и во взоре широко открытом, вплоть до того, как души не исчезнет последний остаток. Ну, вот такое довольно красочное и довольно страшное описание тех самых колесниц, с помощью которых, к сожалению, эллинистические государства почти все 300 лет своего существования бесконечно воевали друг с другом. Но я думаю, что об этих колесницах, как о своеобразном символе своего времени, мы с вами уже поговорим в нашей следующей лекции. А на сегодня завершим наш разговор. Всего доброго, до свидания, до новой встречи.